ребята говорить громко нельзя я нахожусь на вечерней вальшнепинной тяге на вечерней зодки в тверской области до в северном районе в бежицком и вот уже пол девятого вечера погода разгулялась штиль птички поют и вот я на тяге со своим полуавтоматом стою жду он уже охотники слышите стреляют уже охотники вот я вот это стою жду на тяге смс мр-153 полуавтомат у меня вот там вот уже вальшн протянул в поиске самочки он летит хоркает и цвикает так вот я слышу где-то уже неподалеку от меня летит надо это так вот заряжаю я и оставляю этими бесконтейнерными что после было на близких расстояниях стараюсь у под ноги падал потому что у меня собаки не так мне легче найти с фонарем вот так ну давайте зарядим на всякий случай у меня пятизарядка до полуавтомата я стараюсь одним и стрелом взять максимум двумя потому что ну вот я так стараюсь попадать чтобы четко и наверняка так зарядил там где-то летит уже уже темно уже тяжело у меня же собаки нету поэтому с фонарем хожу потом это чтобы найти поэтому вот я стою жду это вальшн за темно очень ребята темно уже очень тем не менее шанс есть еще взять мне вальшн бы сегодня 26 апреля охота с 24 по 3 мая 10 дней и вот я на открытии охоты был погода была холодная ветер дождь снег и я вальшн бы взял вот так бывает стоишь ждешь ждешь а его и нет это все зависит от удачи руки все равно нужно всегда одевать на ход когда идете потеплее вот потеплее как он летит уже летит он упал в кусты ребята только не знаю чего это у меня собаки нету короче упал в кусты и дождь пошел как назвал вот моя гильза вот я гильзы всегда подбираю чтобы это не мусорить так вот это короче пойдемте искать ребята искать дождь начался ребята дождь начался сейчас пойдем искать искать пойдем так надо фонарь взять так держим есть там в кусты он упал короче вот кусты упал вот сейчас пойдем искать ребята уже темно нифига не видно короче вот где-то вот здесь он упал а вот в эти кусты уже темно так надо фонарь взять так сейчас сейчас постараюсь найти думаете легко ребята такое дело охота вот это там на ручейши журчит заглушает это тягу вальшнапа так вот у меня здесь фонарь мощный вот это с электрошокером кстати иногда бывает я электрошокером вальшнапа добиваю ну когда подранок чтобы его это по-быстрее ведь какой мощный так пойдемте короче искать не знаю где-то он упал в кусты надо еще найти постараться думаете легко найти ну где-то метров двадцать от меня я стрельнул бесконтейнерными biore номер 7 вон летит летит вальшнапа еще летит вон смотрите ребят вот он летит и если ой блин а я вам видео снимаю вот не успел даже зумом воспользоваться вон он полетела видели да ребята вот и вон там эта луна блин а даже зумом не успел воспользоваться потому что мне надо еще своего найти где-то он здесь упал блин сейчас бы если бы не эта камера вам бы показать сейчас я еще бы одного бы взял бы ребята вот а тут видите где-то здесь вот ой там кусты заросли без собаки тут делать нечего ну где-то здесь он упал вот обычно я нахожу бывает за 10 минут будет вообще ищешь по несколько часов он такая луна смотрите ребята какая луна вообще да а я в тверской области нахожусь на охоте вау какая луна ребят вообще супер это вот ночная съемка будет вот такая луна вот блин обыскать так вот я на охоте ребят видите вот с ружьем только сейчас это летел вальшнап я в него попал с первого раза главное дробью номер 7 и вот он упал в кусты не могу найти и по пока искал еще полетела у меня уже ружье развяжено я же это вам это видео снимаю поэтому ведь как все сложно тут в болоте стоишь короче но сейчас постараюсь найти все таки потому что где-то он недалеко да даже метров 15 даже не 20 вот наверное метр 15 может даже ладно сейчас будем сейчас постараюсь я все-таки найти где-то тут боли на два часа собака бы да еще смотри какая собака надо еще суметь правильно натаскать и вот не знаю где-то где-то вот здесь блин он должен быть уже холодает и вот сейчас это дождик уже моросить начинает где же он упал то где-то вот здесь вот где-то вот здесь вот я видел точно так тут нету бывает зайцы даже бегают лиса лисы так это такое то вот осиное 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 видите помет осиный вот ребята я нашел вот он зараза где был нашел все-таки ура поздравьте меня квалифицирован охотника сергея резникова с полем все-таки его нашел ребята вот он вот она сейчас подождите я ружье свое это самое положу сюда вот ой как у меня нога еще болит болен охота такое дело думаете легко все тем более у меня нет оператора сейчас бы я бы еще того бывали чтобы добывал бы он летел на меня но видите пока тут с этой камерой я же на охоте нахожусь на охоте надо охотиться они видео снимать вот попросили меня вы просили бы просили и вот я это сняла вот ружье кладу короче свой полуавтомат мр-153 ой ой как я устал ребята состоялась охота я даже не думал так сейчас подождите я это видео мы даже нашел боли у меня рука болит и так где-то вывихнул может когда сумки на до такси таскал тяжелые ружье очень тяжелую к 4 килограмма тот мр-153 вот он короче вальчник ребята вот я его нашел уже ночь темно уже не видно где уже девять часов где-то вот она ребята вот он короче я поближе вам покажу это вообще пипец все-таки его взял вот смотрите ребята самец только самцов можно стрелять там кровь потекла он смотрите ребята вот он все-таки я взял вам показываю ребята то вы мне не верите темно правда не видно нифига вот так вот на маша лучше видно сейчас подождите я вам поближе покажу сейчас еще камеру не дай бог кровью испачка очень тяжело все это заснять все-таки я снять смог я настоящий мужчина я добыл вальчин по вот смотрите ребята я настоящий охотник сергей резников видите я горжусь это моя страсть вы видели да это очень было сложно без ассистента без оператора самому снять еще момент выбрать для чтобы еще упал так чтобы не в кусты там а как говорится чтобы его можно было найти без собаки с фонарем с подхода и ведь в этот момент мог быть дождь будете все что угодно гроза и снег а я все-таки видите он ведь это нога у него дробью перебита нога колец нету начни окольцованы какой крупный а вот я на охоте когда в первый день открытия 24 апреля вот когда охота открылась я был на открытии он поменьше был самец какой крупный жирный он это еще в крыло попала дробь в ноги вот это вот самец вальчин по поэтому вот ребята думаете мне эта птичка нужна нет это страсть это спортивная любительская охота вот я курицу больше люблю но это видите это страсть лучше охотой заниматься чем вот есть люди в казино деньги проигрывают вот тем более я это все в еду употребляю потом обжор сниму отворю я их и обжор сниму на вальчин по вот обжор будет на на вальчин по вот но вы видели да давайте я теперь сейчас себя покажу свою физиономию то не поверят скажут что это не я за кадром говорю вот еще полетел вальчин пищу полетел охотники там стреляют сейчас бы я бы еще удобного может быть надо еще попасть суметь трудно очень попасть вот ребята смотрите это я ведь мое лицо я сам себе свечу фонарем лицо потому что у меня это уже ночь я же все-таки на улице вот ребят вальчинок охота состоялась ребята да она у меня еще 24 числа состоялась открытие вот давайте фонарь попробуем положить на камеру лишь бы не разбить бы только ее не приведи господь вот положил не знаю как бы не упала это очень трудно вот как ведь я добыл а сейчас скажешь что сутулишься как мне поместиться в кадр я добыл с полем поздравьте меня такой крупный видите подранка нету четко четко попал с первого раза вот дробью номер 7 но метров 15-20 не знаю может даже меньше я не знаю и вот видите даже не мучился даже добивать не пришлось четко взял то есть это отлично а подранки когда это считается брак охотника вот это самое плохое когда подранки вот ребята смотрите это яда московский обжора в адеквате на весенней охоте ой здесь и волки из кабаны ласи кого здесь только нету появится какой смелый так вот ребята такого вальчина по я добыл я очень рад вообще супер но все вы видели да я буду продолжать охотиться осталось уже недолго потому что сейчас уже очень будет темно уже ничего не увидите вот он так что такие дела ребята вообще я так рад блин а вот мое ружье лежит рядом вон она сейчас я вам покажу ой надо еще это вон она вон она мурочка моя мурочка мурка мр-153 вот люблю я больше мр-153 так что такие дела ребята поздравьте меня с полем блин я даже не хочу с вами прощаться потому что это вообще да супер мне просто повезло суперски давайте раз с ружьем стану а то не поверите и скажите есть такие люди которые ни во что не верят вот я с ружьем видите вот с ружьем стою на охоте я короче нахожусь сейчас уже на 10 час наружу не знаю время уже много вот я видите ребята настоящий да вот он самый настоящий ладно все я буду дальше продолжать охотиться увидели до вальчина правда было вообще супер ребята нашел главное что нашел их очень трудно эти видите какая трава прошлогодняя как сено вот он лежит попробуй так вот найди да они очень крепкие на рану поэтому очень трудно очень трудно вон она весной пахнет так что взял я вальчину по фу блин еле нашел но все-таки нашел все не плохо не пирай всем охотникам удачи до свидания